И не читать ни в коем случае компилитивных источников «Интегральная йога Шреврабинда и матери». Есть такая книга, которая никакого отношения к Шреврабинду и к матери не имеет. Когда мать узнала о появлении такой книги, она сказала, что Шреврабинда такой книги никогда не писала. Авторы-компиляторы набрали и надёргали по разделённой тематике разные его высказывания, с самого разного времени, с 905-го года, допустим, по 50-й год, на одну и ту же тему. Там совершенно явные противоречия обнаруживаются, а противоречия связаны только с тем, что по мере роста и расширения сознания Шреврабинда менял взгляды свои на одни и те же вещи. Это понятно, наверное, и у нас это происходит. А в этой книге там всё настолько намешано, настолько всё путано. Вот когда я читал, мне она в коей-то степени помогла, потому что я там сразу всё разделял и кое-что брал действительно как некий опорный момент в своей работе. Но если вы не прошли путь, если вы не открыли духовное око, которое способно отличать вещи, которые на самом деле должны быть приняты вниманием, которые надо фильтровать, то это будет большая беда, большая беда. Евангельские тексты, Гагавадгиту без комментариев, Алмазную сутру, трактат Лао-Дзи Дао-Дэцзин, в хороших переводах Маслова, Альян, Хиншуна. Это нужно читать, нужно читать. Это действительно родниковые источники, которые вам помогут очиститься от наносного, от вибраций деструктивных, которые у вас присутствуют, и не заразиться ничем, так сказать, что могло бы повредить вашей дальнейшей работе на пути. Ну, Шри Воробинда я рекомендую «Мысли и афоризмы». Вот его раннюю работу, она достаточно интересна, но более поздние его взгляды на те моменты, которые отмечены в мыслях и афоризмах, они достаточно разнятся. Раньше я рекомендовал «Огни-йогу» и «Розумира» Андреева, теперь я сначала их не рекомендую. Потому что люди, которые пытались читать это с самого начала, либо грязли в этом материале, либо получили отвращение какое-то определенное. Ну, с «Огни-йогой» там отвращения нет, но там можно попасться на иерархиях, на каких-то там водителях, чего-то, на посредниках. Там элементы магизма достаточно откровенно, так сказать, они нескрываемо совершенно не эвалируются, декларируются. Это нежелательное чтиво, нежелательное. Подождите до какого-то момента. Вот я порекомендовал одному человеку, который где-то лет пять идет по пути сознательной эволюции, основательно простудировать «Огни-йогу», он ее простудировал и вынес оттуда, что нужно вынести. И отфильтровал все ненужное. А если с раннего этапа это начинать, то там можно запутаться, серьезно запутаться. Теперь о самом процессе чтения. Процесс чтения рекомендуемых источников должен быть только медитативным. Медитативным. Что это означает? Вы должны читать текст, не включая ум, не включая аппарат мышления, не полемизируя с автором, не споря с ним, не сравнивая прочитанное с тем, что вам уже известно по этому вопросу. То есть он должен молчать. Вы просто читаете. Для этого и рекомендуется родниковые чистые источники, чтобы вы по этому поводу без сомнения, без боязни повредиться, в них погружались. Понятно? Но если вы скажете, что таких не существует, а вот там еще какие-то есть, еще какие-то есть, то о чем тогда с вами говорить. То есть вот эти рекомендации должны быть вами услышаны. С чего нужно начинать и как нужно читать. Без внутренней полемики. Наша задача при медитативном чтении открыть внутреннее око. То есть читать научиться надо душою. Многие читают глазами просто, кто-то читает эмоционально, кто-то читает аналитически, умом, но практически никто не читает внутренним око, не читает с участием души. А вот наша задача именно научиться так читать, чтобы ложь и всякие, так сказать, деструктивные вещи были хорошо различимы. Потому что душа, она видит все, видит в целом, видит все в деталях и все целиком. Это свойство такое у нее. И мы должны научиться именно этим местом читать. Читать именно этим местом. Для этого мы без эмоций, без ума, в полном внутреннем молчании читаем родниковые источники истины. Именно вот эта работа и пробуждает внутреннее око. Не только пробуждает внутреннее око, но еще и это действие позволяет нам связаться с нисходящим потоком. Вот этот нисходящий поток и внутреннее око наше и просветляет, дает возможность проявиться вот этому внутреннему, вот абсолютно правильному, что ли, цензору, который видит все просчитанное так, как оно есть на самом деле. Естественно, что к истинным источникам, источникам высокой пробы следует обращаться не один раз. Каждое последующее прочтение открывает все новые и новые доселе скрытые глубинные пласты этих текстов. Особенно наглядно это проявляется при повторных прочтениях спустя длительное время после первого прочтения или после последнего обращения к тексту тот же текст, те же самые буквы, те же самые слова, вы видите, те же самые выражения, а смысл порой видеть совершенно иным, иным, чем представлялся ранее. С ростом и расширением вашего сознания меняется способность восприятия текста. Это говорит о том, что пробуждается у вас внутреннее око, и оно видит все с течением времени, ну не то, что абсолютно по-другому, но глубже, шире, и некоторые моменты по-другому вовсе видится. Но если говорить о художественной литературе для медитативного чтения, вот мы рекомендуем прозу Ивана Сергеевича Шмелёва, вот его «Богомолье» и ну еще говорите. Лето Господне, да. Это потрясающая медитативная проза, действительно удивительная проза. Пришин Михаил Михайлович, джинь-шень, фацелия, вот его вещи, которые действительно погружают нас в мир тонких наблюдений, вот окружающей нас природы, это тоже медитативное чтение, это дает нам возможность ассоциирования воспринимать вот свои переживания в тишине, вот пребывая наедине с природой. То есть, отклик и отзвук именно на уровне души получается. Александр Васильевич, а вы цените Платонова? Вы цените Платонова? Это можно у него? Знаете, Платонов это дело вкуса. Вот я разговаривал с женщиной, кто меня очень благодарил, что я открыл для нее Платонова. Я не открывал, я просто посоветовал. Так она вот каждым ее предложением, она просто говорит, это вот что-то фантастическое. просто фантастика. Вот каждое предложение. Ну, я не рекомендую это всем, потому что я многое вот из художественной прозы в свое время проработал еще до становления на путь, там, и поэтические всякие вещи. Много чего было. Но как только я увидел Платонова, я понял, что он стоит настолько высоко относительно всех, вот недавно совершенно я читал беседы с Броски, Броски сказал, что Платонов тоже мне всего, так же, как для него Цветаева, для меня Цветаева, это поэт, которому сравнить не с чем. мы с ним нашли точки соприкосновения. Я удивился, хотя во многом я с ним не согласен, в остальном, но что Платона Цветаева, это вот как раз мое. Ну, он сразу может зацепить спорный вопрос, это спорный вопрос для кого-то, для меня это мое. Я же как индивид, имею право еще существовать, нечто аморфное, мне больше какие-то вкусовые, какие-то вкусовые, симпатии. Да, так все будет одинаково. Как мне кто-то однажды сказал, а все равно еще вам же не должна нравиться легкая музыка. Но если она нормальная, легкая, мозг, почему же она не должна нравиться? Ну, какой-то семинутный вот отрезок, она же может понравиться, согласно вам, бывает так, что нравится. То есть вы, если она вам понравится, вы не будете молить Бога, что грех от вас вошел, что бесы вошли, что вам понравилось, вот легкая музыка. Не бойтесь, нет? Ну и ладно. Это как-то один из, я в самолете читал, там какой-то журнал был, нет, газета была, по-моему, куда-то летел. Там было интервью с старовером. Ну, человек, у которого были родители, староверы, там деды, прадеды, он сам филолог, естественно, он с самых ранних пор вот эту свою позицию озвучивал, его везде долбали, понятно, да? Но это было молчать, староверы, староверы, но с бородой ходил, то это не принято было. Ведь был у нас период на телевидении, когда Лапин, командующий в гостелеради, он вообще говорит, мужиков с бородой в эфиру не допускать, любых, любых, вот, а если он сегодня работу с бородой ходил, значит, что-то подозрительно, ну, с такой бородой, не просто, сейчас, не бритость, вот эта в моду ходит, там, еще что-то, а эта борода, ну, старобряться, они же не стригут, ничего, и его, естественно, гоняли, футболили, там, дворником был, ну, сейчас ничего, он ожил немножко, так вот, там вопрос задается ему, вы, вот, как, староверы, не пробуйте найти контакт с русской православной церковью, ну, уж пора бы, он говорит, оперу слушать я не хочу, ну, службы в храме, он называет оперой, опера слушать я не хочу, вот он категорически, отверг возможность сближения, то есть, он не любитель оперы, вот, хорошо, что не балет там, вот, это к тому, что кому нравится, знаете, как вот бывает, это мое личное, многие, в общем-то, в общем-то, считают, очень эффективным способом установления контакта с нисходящим потоком практику медитативного переписывания текстов из родниковых источников, но я убедился сам в этом, поскольку первые года два-три, я сейчас уже не помню, сколько, я занимался переписыванием многих источников, у меня было много таких тетрадей, знаете, вот, калинкором переплёте, вот, большого формата в клеточку, где в каждой строчке несколько тетрадей, я практически каллиграфическим почерком всё переписывал, 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 списал много тетради, они у меня сейчас тоже где-то лежат, мне это очень помогло, помогло, во-первых, погрузиться в материал, вот, который я прорабатывал, а я старался прорабатывать те источники, которые действительно были очень необходимыми на начальных этапах работы, и духовный ого открывается, поток идёт, и всё происходит действительно чудесным образом, сам процесс чтения доставлю мне радость, огромную радость, вот, при переписывании медитативных источников, это просто фантастически, ну, продвигает тебя в работе на пути, вот, я думаю, что где-то уделить минут сорок или час вечером вот этому процессу перед засыпанием, ну, это благое дело, очень благое дело, вот, пишите, потому что ваше внимание, всё ваше внимание в процессе переписывания, оно, в общем-то, сосредоточено в точке, в точке, именно на кончике пера, вы пишете, пишете без ума, без оценки того, что вы пишете, просто механически пишете, вот это механическое писание, само по себе, оно имеет потрясающий духовный эффект, поскольку вы, переписывая, находитесь, где? здесь и сейчас, да, вот мы говорили, что надо находиться в самом процессе деятельности, если вы переписываете родниковые источники, то сам все источники, это уже источник благодати, ваше сознание, здесь и сейчас, значит, у вас есть поток, ну, и результат, не замедлит, скажется, он просто обязан быть, когда вот так, таким образом, читаете или переписываете источники высшей пробы. Теперь я понимаю, почему монахи-переписчики этим занимались, раньше переписывали книги, не было распечатанных штанков, монахи занимались переписыванием священных, писанием священных текстов, это, безусловно, им помогало, вот тем, кто именно этим занимался, не колол дрова, хотя колоть дрова тоже, если ты в реальном времени здесь и сейчас, тоже медитативный процесс, все, так сказать, зависит от того, где вы находитесь в процессе выполнения, там, колки дров или переписывания, или чтения, где ваше сознание, если оно здесь и сейчас, значит, все в порядке, если оно, где-то витает вокруг да около, то тогда, чем бы они занимались, священные писания читали, переписывали их, то ни к чему хорошему не приведет. А что осваиваете? Медитативное письмо – это великая вещь. Очень важным аспектом сознательной дисциплины является контроль за попытками стать на путь осуждения людей за их слова, за их поступки. Осуждать людей, обсуждать их поведение, это очень вредное занятие, то есть вы здесь должны четко для себя определить, что этим заниматься, заниматься крайне вредно. Для незрелого сознания крайне вредно в любой форме обсуждать поведение людей. Где-то я даже недавно прочитал, поэси Святого я сказал, что даже само выражение «ты не вмешивайся, Бог его накажет» – это уже элемент осуждения. «Ты не вмешивайся, Бог его накажет». Это уже мягкая форма какого-то суда над человеком. Может, Бог его не накажет. Правильно? Может, он тебя накажет как раз в первую очередь за то, что ты так сказал. Понятно, да? Вот есть некие тонкости. Мы иногда вот так вот изворотливо пытаемся как бы вот эту свою форму осуждения удобоваримо преподнести, но следите за этим. Следите за этим, потому что это нехороший аспект, когда мы говорим такие слова. Во-первых, если мы кого-то там пытаемся осудить или обсудить вот поведение, чьё-то поведение, во-первых, это просто бесполезное занятие, а во-вторых, занимая ум пустой проблемой, вы блокируете нисхождение энергии. А в-третьих, до тех пор, пока вам неведомы причины того или иного поступка человека, вы просто не имеете никакого права его осуждать. А вот когда вы становитесь человеком прозорливым, вы понимаете причины, побудившие человека так поступить, тогда и надобность осуждения просто отпадает. Просто каждый человек имеет свою правду в том состоянии сознания, в котором он совершил тот или иной поступок. Вот это надо помнить. Поэтому бесполезно заниматься осуждением и обсуждением поступков людей. это очень важный аспект именно сознательной дисциплины. А когда ваше сознание кардинально изменится, вы будете способны видеть причины, еще раз повторяю, побудивший человек совершить тот или иной поступок, вы осуждать естественно не будете. В лучшем случае вы можете просто не для выноса вовне где-то бессознательно констатирует факт в себе. В себе что-то отметить. Когда у вас не возникает даже импульса к осуждению, то вы уже другой человек, которого не будут осуждать и другие люди. Как Иисус говорил, не судите, да несудимо будете. Очень важный компонент сознательной дисциплины это отношение к себе и к своим собственным поступкам и мыслям. Зачастую, особенно на начальных этапах работы, вы автоматически по привычке способны совершать поступки, которые обычно относят к разряду греховных. Но не слишком, может несметный грех, но все-таки. Однако не стоит по этому поводу сокрушаться, не стоит заниматься самобичеванием и тем более делать из этого трагедию. И не надо усердных грехи заморивать, обращать на них внимание, как только вы начинаете эти свои поступки как-то подпитывать энергии внимания, они воскрепнут, и чувство в этой греховности начинает вас подавлять, подавлять. Это очень нехорошо, не надо поддаваться унынию и чувство тотальной греховности, мгновенное осознание факта, мгновенное раскаяние, что ли, вполне достаточно, чтобы не реализовать кармические последствия. Наблюдатель всегда должен находиться на страже, осознали, поняли, что вы не правы, и всё, больше к этому не надо возвращаться. Штиуробинда как-то заметил пороки, он сказал, это просто выливание энергии или выбрасывание энергии в нерегулируемые каналы. Там будьте бдительны, ловите эти импульсы на входе, которые непотребны, и постепенно постепенно каналы будут нерегулируемые. То есть вот этот поток импульсной продукции вашей, он постепенно, постепенно нежелательный, он иссякнет. Другое дело, если вы намеренно совершаете какие-то непристойные пособки, а потом активно каетесь или признаёте своё на правоту, в этом случае кармические узлы не развязываются, а запутываются. Я думаю, что вы знаете все, что такое непристойные поступки, извечная истина, это не убей, не кради, не лги, не полюбодействуй, не злословь, не пьянство, не обжорствуй. Там ещё можно всё добавить. Вот они в классическом варианте выглядят так. Ну, люди знают, да, что они извечны, а потому становятся привычными, и люди на это уже никакого внимания не обращают. Да, всё знаю, и тем не менее продолжают в той или иной мере, в той или иной степени им подводствовать. Ну, поговорим об отношении к вещам материального мира немного. Обычно люди очень привязываются к вещам, переживают их пот, утрату, страстно желают что-то приобрести, ужасно боятся потерять приобретённое. Ну, так ведёт себя человек, который вращается преимущественно в поле мира материального естественно, что нам в продвижении по пути сознательной эволюции привязанность к вещам материального мира, включая естественно деньги, сильно мешает, вызывая в сознании беспокойство, постоянное беспокойство, постоянное трение. К вещам надо относиться правильно, не впадать в крайности, не поощрять накопительство, барахольство, и не пытаться избавиться от вещей полностью, но при этом всё-таки надо непременно отсекать лишний, потому что очень много лишнего у нас появляется в обиходе. «Водовлетворяться тем, что имеешь, и не расстраиваться при потере, не стремиться к приобретениям, а в случае приобретения не впадать в экзальтированную радость». Вот такая правильность отношению к вещам материального мира, она должна постепенно стать для вас нормой. Поначалу это будет даваться трудом, но со временем по мере роста и расширения вашего сознания привязанность к вещам материального мира будет безусловно ослабевать, будет ослабевать, естественным образом ослабевать. и главная роль в процессе отработки правильной линии поведения к отношению к вещам будут играть ваша бдительность и искренность. Так что по возможности фиксируйте, какое чувство вы испытываете при соприкосновении с конкретными вещами, с конкретных ситуаций. Хочется ли вам что-то, завидуете ли кому-то, хочется приобрести либо еще что-то. Просто надо смотреть. Надо смотреть. И ни в коем случае не впадать в крайности. Некоторые люди занимаются совершенно противоположной пассетой, начинают избавляться от вещей, думая, что если они все выкинут, они вмиг станут святыми. Потом будут долго об этом жалеть, потом новый виток идиотизма будет. Не те времена, когда мы должны заниматься духовным экстримом, сегодня все должно делаться с пониманием. Просто в правильном понимании все происходящее с нами и в окружающем мире. В общем, человек действительно из мира вещей не так много. Поэтому в доме на осмотре сколько хлама скопилось, думаешь, когда-нибудь на случай войны раньше говорили, может быть, что-то одеть, вынуть из сундука. Много глупостей. Мы тоже делаем, счастье приобретения. Вот если ваше отношение к какой-либо вещи четко не определилась, то вот мать советует провести в уме мысленный эксперимент. Он заключается в следующем. Мысленно лишить себя какой-нибудь вещи, если при этом вы испытали чувство сожаления или дискомфорта, то привязанность еще сохранена. Мысленно, не выкидывайте, вот решите о том, что вы будете делать. Нет, вот завтра с утра этого нет. Что будете делать? Если еще будете расстраиваться, значит, все в порядке. Есть еще поле для работы. О деньгах. Штиуробинда определяет деньги как видимый символ универсальной силы, которая проявляется и действует на витальном и физическом плане сознания. Безусловно, это сила. Сила денег есть, и вот на этом плане сознания, на физическом и витальном, на этих планах сознания они имеют сил. Вот он говорит следующее по этому поводу. По своему происхождению в истинном своем действии она, это сила, сила денег, принадлежит божественному. Но, подобно другим силам божественным, она не спослана суда и в невежестве низшей природы может быть захвачена человеческим эго для собственных нужд или попасть под влияние асуров, которые искажают ее в соответствии со своими целями. Поистине, это одна из трех сил власть, богатство и секс, что обладает наибольшей привлекательностью для человеческого эго и для асура. В большинстве случаев с этими силами неверно обращаются ими злоупотребляют те, кто имеет с ними дело. Те, кто стремится к богатству или обладает им, гораздо чаще его рабы, чем владельцы. А вот как мать высказала о предназначении денег, она замечательно сказала, она сказала, что предназначение денег в том, чтобы приумножать благосостояние, материальное процветание того или иного сообщества, страны, о высшем смысле всей земли. Деньги – это средства, сила, энергия, отнюдь не цель как такова, и как любая сила, сила денег возрастает и приумножается, когда она движется, когда она циркулирует, когда находится в обращении, используется в деле, а не когда её накапливают и хранят без дела, без движения, вызывая её застой и омитвение. Деньги – это в общем-то, наверное, кровь антихриста, да, что ли, если на сегодня говорить. Вот они тромбируют, все жизненные сосуды могут затромбировать, вот всякие дефолты и прочие, вот это как раз вот та сила, которая во власть асуров находится сейчас, да, кто-то их печатает, кто-то думает печатать, но побаивается, ну вот это вот асурическая сила сегодня, деньги, безусловно. И ещё очень важный аспект, важный аспект сознательной дисциплины – это отношение к выполняемой работе любого рода. Будь то работа, за которой мы получаем деньги, работа по дому, может быть, мытьё посуды, стирка, готовка, работа в помощь кому-то, работа как средство отдыха, любая должна работа вами выполняться без привязанности, без заинтересованности в результатах, без каких-либо беспокойств, без оглядки на то, как эту работу воспримут окружающие, похвалят, будут ругать, или останутся равнодушными. То есть, вы должны выполнять работу без привязанности, добросовестно, максимально добросовестно. Вот ваша задача, любую работу. В обыденном существовании считается вполне естественным, что человек должен непременно быть заинтересован в результатах своего труда, еще в обыденной жизни работа делится, невольно делится, на любимую, нелюбимую, на полезную, бесполезную, на приятную, неприятную, на интересную, неинтересную, это еще и не имеющую смысла, не имеющую смысла, все такое деление, оно происходит. И в результате подобного разделения, вот этих вариаций разных работ, человек, выполняющий какую-либо работу, всегда чем-то обеспокоен, всегда что-то ему мешает находиться в самом процессе труда, если мы стали на путь сознательной эволюции, он непременно должен стать медитативным, он непременно должен стать источником благодати, он непременно должен стать источником, соединяющим наше сознание с нисходящим покогом. Активное сознание должно находиться в самом процессе работы мы об этом уже говорили вот теперь опять касаясь работы уже просто работа непосредственной работы вот этот это должно быть непреложного факта таким образом вы должны в корне изменить свои отношения к любой выполняемой работе пусть она будет бесполезной пусть она будет тупой в общепринятом понимании не стоит ныть не стоит прочитать не стоит взвешивать произносить в уме слова разного рода бранные начинайте работать молча что начало будет казаться нелепым но постепенно при соответствующей бдительности сознание становится все более реальным и тогда любая работа которой вы занимаетесь становится все более становится становится вам интересно любая работа интересно мыть пол интересно готовить обед интересно копать огород вообще все интересно вы представляете вот это медитативное сознание в процессе работы вибрации благодати работа будете искать если вы почувствовали почувствовали вкус к этому только вам нечего делать вы будете просить вот что-то поделать вот как только это у вас действительно проснется и вы будете любую работу выполнять с радостью вот без привязанности просто сам факт работы вот пребывание в процессе работы будет доставлять до вас радость это уже огромное достижение в работе на пути некоторые люди работают вот так без привязанности работают пребывая в реальном времени и не понимают что с ними происходит разные бывают профессии допустим учитель который добросовестно учить своих учеников сейчас правда это очень редко большая редко потому что ученики не дают учителю добросовестно работу сейчас ногтем выстрелить поджечь там что-нибудь показывает вообще какие-то акты вандализма сейчас школа происходит или маляр там или штукатуры строитель который находится в процессе выполнения своей работы вот здесь сейчас у него идет потока это поток если ты его не принимаешь сознать он может вызывать разного рода неприятные вещи то есть он может вызывать деструктивные изменения здоровье человека там приводить к разного рода заболеваниям человек который добросовестно выполняет работу и не понимая что это процесс медитативные благостные он может приобрести много всех болячек совершенно сказать неожиданно вот у нас такой случай был вот я его описывает как женщина маляр которая работала и делала ремонты одна вот без всякой помощи она сама это делала не отвлекалась ни на что и у нее начались очень неприятные вещи связанные с болезнями суставов головные боли и прочее только тогда когда она прошла по всем врачам они объявили ее действительно здоровой симуляторы она говорит у меня все болит только тогда когда она с нами познакомилась она поняла причину своих неприятностей у нее поток шел шел поток этот поток в общем-то разрушал ее ибо она по пути не шла бессознательно испугалась вот этих первых прикосновений энергии которые вызвали не болевые ощущения страх сразу парализует парализует волю работать она продолжала опять идет поток она вынуждена была бросить работу когда чтобы поток это тоже таскать ее не беспокоило не понимал что дело в потоке на дома что дело в работе как только начинал работать сразу не знаешь плохо понимаете мы теперь понимаем что это такое знаем причина происхождения таких вещей